Вместо арены Маракана в Рио небольшой стадион в московских Сокольниках. Вместо ликующей толпы около сотни зрителей. Это соревнование по легкой атлетике «Звезды-2016». Некоторые государственные СМИ окрестили это событие российским аналогом летней Олимпиады. Но для спортсменов, отстраненных от игр, это едва ли выглядит достойной заменой. Сложно, конечно, сложно, когда уже все, твой поезд уехал, а ты остался на перроне. И что-то из себя выжимать вечно для меня это было тяжело. Ночью плакать, что ли. Уже поздно. Расстраиваться и плакать. Здесь друг с другом соревнуются все отстраненные российские легкоатлеты и те, кто не прошел в Олимпийскую заявку. В стороне осталась только Елена Есенбаева, которая пришла поддержать товарищей по несчастью. Сложно лично для меня сейчас 5-6 прыгать, поскольку уже вторую неделю я езжу по судам, доказываю свою правоту, доказываю их несправедливость. Вместо этого, естественно, я должна была тренироваться по два раза в день, как это было до суда. Так что сегодня я предпочла просто поддержать наших спортсменов в этой нелегкой ситуации. Мы с вами присутствуем, с вами словом. Я думаю, это гораздо нужнее сейчас. Министра спорта России Виталия Мутко на Олимпиаду тоже не пустили из-за вероятной причастности к допинговому скандалу. И эти соревнования для него – одна из немногих возможностей приобщиться к Олимпийскому движению. Через некоторое время речь заходит и о политической подоплеке в решении о недопуске легкоатлетов и о якобы заказных фильмах, вьющих по имиджу российской сборной. Это против всех олимпийских правил. Причем это никто и не скрывает. Я говорю о тех, кто записывал фильмы, которые мы могли посмотреть по АРД. Я специально посмотрел на эту чистую залепуху политическую. Грязная политика, она пришла и в спорт, коснулась ее непосредственно. Впрочем, в разговоре со спортсменами выясняется, что некоторые виды допинга они за допинг и не считают. Как ни крути взять тот же Мельдоний. Казалось бы, мелочь. Абсолютная мелочь для всех нас. Но, извините, когда это звучит в международной прессе о том, что все почти попались спортсмены на Мельдоне, и такие имена звонкие, громкие, заслуженные. И никто, большинство обычных людей не понимает, что такое Мелдранат, что по факту это в моем понимании допингом почти не является. По словам организаторов, главная цель этих соревнований – показать, что легкая атлетика в России жива. И вот, звучит стартовый пистолет и начинается забег на 400 метров. Первым приходит уроженец Сургута Павел Ивашко. Но что-то происходит с табло, и секундомер внезапно обнуляется. Этот забег, как, впрочем, и все соревнования, остается без каких-либо осязаемых результатов. Илья Кизиров, Антон Олейников, Радио Свобода, Москва.